Готовимся, будет много мата, оскорблений, крови и так далее. Поехали. Итак, вот этот Dead Air, который мне много раз говорил, поиграю в него, ибо мизери, которую я люблю, говно по сравнению с ним. Да, вот эта менюшка похвально, которую я вижу в начале игры. Единственное, что мне очень понравилось. Больше мне там ничего не понравилось. Задаю им сталкерское имя нашему будущему ледении зоны. Итак, что же у нас тут есть? Есть около десятка всяких, даже, наверное, поменьше набора всяких, дополнительных вещей для снаряжения и около десятка налогов. Почитав, поизучав, я выбрал дополнительный набор оружия, то есть это КСУ и 120 патронов и комбинезон наемника. Кстати, здесь будет очень темно, но я благодаря монтажу и полностью выкручиванию в опциях сталкера на яркость на максимум все равно мне было плохо видно. Но сейчас вам более-менее. Итак, закрываем глаза и одеваемся. Берем автомат. Все патроны сразу вешаем на рюкзак, наверное, на рюкзак в сумке. Ну, хотя тут не уточняется. Волк уходит в закат и бежим к Сигирючу. Попутно любуюсь ужасной графикой, ибо мой компьютер не выдерживает большой нагрузки, как таковы. Ну, как бы выдерживает, но когда ты начинаешь записывать видео, все становится ужасно в FPS. И так было подлагио. Итак, видим, как в пыле сидит Сигирюч и здоровается с нами. Говорим с ним. Он же говорит, что тут, мол, о, новые лица, тут безопасно, пока ты военных не трогаешь и можешь у меня подзаработать. Мы в ответ говорим, да-да, новые. Что у нас тут по торговле и так далее. Он говорит, что торгует мусором в основном, ибо военные запретили торговать оружием, только патронами и всяким барахлом. По типу, блин, бумажки, ремкомплекты, потрошки. И то, блин, даже на автомат Калашникова не продает. Ну, посмотрим, что у него в рюкзаке есть наглядно. И видим, что тут реально полно мусора. И один комбинезон, ну и куртка. Ну, мы заберем только сумку за тысячу, когда у меня всего три тысячи. Спрашиваем по заданиям. Он говорит, что его задолбали бандиты. Давайте сходим, разберемся, ведь нам же не трудно. Обычный день в Чернобыле. Посмотрим на пустой сундук. Как обычно, в нем ничего нет. Идем в деревню новичков. Посмотрим, что как дело там. Посмотрим и в нем пустой сундук, который здесь слева. Ибо я вспомнил, когда уже проходил мимо. Он, конечно же, пустой. Ну, я заранее это знал. Заберем хлеб и водку. Как только вы здесь больше ничего нет. И бежим на наше здание. По дороге я заметил справа какие-то шорохи. Там сталкер с кем-то воевали. Нет. Я уже хотел было посмотреть, что там происходит. Может, там что-нибудь полезное есть. Ну, как тут появилась одна большая бедра. Кстати, по пути я буду говорить более тихим голосом. Это голос с записи. Так вот, я уже хотел собираться как туда идти. Но тут вот. Блядь, да что это за хуйня. Как пойти-то, сука? Что это такое? Ну, алло, пусти. Да. Ну, и в итоге я, короче, решил пойти дальше. Ибо какой-то невидимый забор меня не пускал. Да, я лох, который не могу перепрыгнуть в обычный забор. И в ускоренном режиме бежим туда. Добегаем до балкончика. Обязательно смотрим, что внутри. Но тут я услышал выстрелы. Как бы я хотел, пацаней, думал, может там что-нибудь и будет. Там сталкер конь стоит, но нет. Поняв, что тут нам ничего не смесит. Я уже хотел там, думал, пару трупаков и же сталкеров. А там пустые эти собачки лежат. Ну, кроме одного хвоста, который только что применил, убил сталкера. Бежим на ТП. Видим, как бандиты нейтрал и кого-то ищут. Бучара, ты труп, ты понял? Ты, блядь, кому говоришь? И так, посмотрев, как они били ищут что-то в земле. Ну, как-то не обращая на это внимание, это же сталкер. Посмотрим, что же тут есть. Мда, пустой тушкан. Деремся с ящиком, в котором совершенно ничего нет. И бежи наверх. Тут, как обычно, лежат 10 старых патронов 545. И одна граната. Говорим с бандитом, который говорит, мол, мне тут сказали найти РПГ-7, которого, блин, не клинит. Мы говорим, база ранит, найду. Ну и, конечно же, у кого же он есть. Ну и, конечно же, у военных. Посмотрев, что тут обменять, а не торговать. Надеваем рюкзак. И бежим на бубок военных. Я, конечно, мог бы их перебить, но думаю, ну, почему бы и найти РПГ-7. И так, несем все туда. Блядь, ну кого? Ну почему я? Почему навстречу мне? И так, убегаем от стаи собак. Благодаря тому, что тут были бандиты, я сразу же понял, что лучше забежать наверх и ждать трубаков. Валим, 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 валим. Ну, ящики. Ну, вы пока там деритесь, я там сейчас берусь. Блядь, да, я упал исключительно в этом моменте. Ну, а как таковы ничего не найдет толком, кроме какого-то муцера, я уже побежал обратно. Но, но. Да, конечно, мне тут попался один чувачок веселый, который просто, пока я искал помощь кому-нибудь, он просто сдох. Вот, смотрите. Это было все вот в скором режиме. Ну, видящую винтовку. Видим трубаков, которые, блин, пострелялись тут недалеко на элеваторе. Я все это показывать медленно не буду, ибо это займет кучу времени. Ну, да, я вообще не понял, что тут произошло, вы просто вот здесь все покинете кучу всякого шхлама. Я уже надеюсь, что у меня будет, как из мизери, даже если сумма на ствол, он будет стрелять более-менее нормально. Ну, не набрав кучу коробок, я брал прям кучу патронов. Итак, смотрим, какая же хорошая точность. Да, это у винтовки, если что. Твою же мать. Интересно, что кто-нибудь из этого хорошо стреляет точно. Да. Итак, осмотреть все, что у меня есть в люльдаке, и поняв то, что, блин, я тут нормально соманное оружие, не стрелять. Ну, как бы изношенное тоже должно точно стрелять, но ощущение, будто, когда здесь оружие изнашивается, здесь происходит рундец. Да. Оружие, которое не климит, проваленное. Я вообще не понял, как это произошло. Значит, думаю, его убили. Так вот оружие. Ощущение, будто, когда тут оружие ломается, у него ствол гнется в разные стороны. Видим по дороге чисто небо, которое целится в собаку. Я решил сделать один выстрел, так я видел, что, мол, я тоже поучаствовал. И пока я говорю с ним, оказывается, сработало уведомление от ПДА, которое говорит, что у нас задание обновлено. И так, отдав ему кучу всякой хрени в обмен на 14 патронов на мой калашик, да, я вот этого охренел. Ну, все-таки забрался мне 14 патронов в обменную саку хрень, я бегу туда. При этом по дороге я понял, что что-то не то, почему именно на маленькой карте отмечено то, что, блин, у меня не ту сторону. Ну, конечно, посначала пострелил с собакой, а потом понял, что что-то не то. Мммм, тут жизнь сама стечет. Только что из-за здания одно уже провалено, другое выполнено. Бежим туда. Ну, конечно же, в ускоренном режиме, ибо я дурак, что ли, чтобы вам показывать все это в медленном действии. Также, вешаем патроны на пояс, ибо я забуду это сделать сразу. Бежим вдоль забора, при этом я умудрился уже раз отдыхать, стоять, ибо я бежа 100 метров, как в мизере, устал. Итак, топаем Сидоровичу, говорим, что мы молодцы, и дает там 4000 и симка, то есть ящик железный. Отдаем ему кучу мусора, ровно на 3000. Ну, я думаю, поискал, посмотрел, думаю, почему бы не взять какой-нибудь рейн-комплект для своей ПП. Я думал, я ее починю, и взяв рейн-комплектов на 5000, был просто шокирован. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Просто сейчас смотрите за этим. Ремонтируем на 20%. 26, вот. Чиним. Закрытыми глазами, разумеется, мы же мастер. Итак, еще раз чиним, еще 18. Итак, опять закрытыми глазами, чтобы работало все четенько. И что же мы имеем? Хорошее состояние, но точность такая же убогая. 71%, я просто не понимаю, как это работает. Ну, думаю, ладно, может быть, я сумею дочинить его, покупая еще баллончик, либо другого, ничего, из рейн-комплектов там не было. Даже таких рейн-комплектов уже не было. Если человек перезагрузился, не обращайте внимания, ибо у меня почему-то начало лагать. Но это на ускоренном режиме не видно. Я перезагрузился заодно и для того, чтобы посмотреть, обновились ли рейн-комплекты, но нет. Состояния не хватило, чтобы использовать эту мазюку. Да, точность такая же убогая, что я не сумел бы на таком близком расстоянии убить Сидоровича, ибо промазал. Ну, я думаю, ладно, может быть, это просто точки неправильно расставлены. Взял 40 патронов, отдав кучу денег, и побежал к Волку. Думаю, он даст кому-нибудь хорошее задание. Ну-ка, давай Волку обрадуй. Он говорит нам то, что меня заебало бурчание со стороны военных, убей там эту хуйню, которая постоянно бурчит. Да не вопрос, сейчас разберемся. Раз, да и стяг, бежим туда. Я подумал, что по центру идти, где трое военных уже стоят с колшами, вообще не вариант. Поэтому стоит обойти с фланга. Бежим туда, обходя минное поле и едя по нашему старому дереву, которое ложится через ограду. Посмотрел, что всем плохо на меня, и я обошел их. Я уже надеюсь, что я буду все так же гладко. Стоит делать, а я выстрел, когда задание будет выпудено. Думал даже обыскать их, но тут произошел пиздец. Так, ну-ка, чё, 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 бляда, вы чё по мне стрелять, это, блядь, вы хорош. И мы калаш, сука. Да, блядь. Такс. И бать, вы весь смертный, сука. Тут я перезагрузился с личом. И прошу заменить, эх, пиздец. Так, ну-ка, ну-ка потихонечку. На, сука, неужели? Давай тебя, сука. Так, блядь, сколько уже вам патронов надо? Так, тут есть кто? Тут кто? Тут куку ёпта. Блядь, ты тут откуда? Сука. Бах, нахуй. Ну, конечно же, мне, блядь, мало патронов всадили в башку. Поэтому я подумал. Ну, нет. Нужно что-то делать. И поэтому пошел в обход. Да, до этого момента я еще раз 500 умер от них. Тихонечко пошел в обход. Подумал, что он есть в вышиле, и один тихий выстрел мне поможет. Поэтому тихонько крался к ним сзади. Да, всем было похуй. До того момента, пока я не сделал выстрел. Тихонечко, тихонечко. Блядь. Я, конечно, еще раз пять попытался, но, блядь, даже если я попытался, все равно я умирал на том же месте и больницу еще и выстрел. И тут произошла гениальная мысль. Почему бы не воспользоваться гранатой? Еще так же. На корточках. Я пробежал вдоль забора. Немножко побежав и увидев, как Тушкан сдох, я кидаю гранату. Так, ну-ка, 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 вот так, сука. Он нахуй вас. Да, блядь, неужели, блядь, в валене находится вы теперь. И на БДСФ я ухожу туда. Бежим, а также через ограду. Я очень надеялся, что меня это не одинет. Так, вот этот вот ящик взорвался по дороге. Ибо в нем я какую-то взялась гранату. Ну, ловушку, я не знаю, как это назвать. На удивление, это целое. Добрались обратно. Просто не понимаю, как что происходит. Тут, типа, как мне обещали, реализм. Тут вообще не вью ни разу. Но нам похуй. Мы идем к ВОКУ. Ну-ка, ВОКО. Радуй меня, я тут старался, убираю только раз. 3500, я, блядь, час потратил на эту хуйню. Говорим ему спасибо. И шлем его нахуй. Если вам понравился данный тип видеоролика, с таким количеством мата и прочей хрени, то, надеюсь, вы оцените. И я думаю записать подобные еще видосы. Сталкер мне не понравился.